продолжаем изучать excel в этом видео мы рассмотрим новый вид цикла которые называются do until давайте повысим всем зарплату и запишем ее в столбец d напишем новая зп новая зарплата так вот так ее оформим так вот этот столбец нам вообще не нужен и все жмем alt of 11 переходим в редактор кода давайте добавим новый модуль и назовем новую процедуру sub do until do until можно перевести сделай до тех пор пока вот так до тех пор пока я бы так перевел и так нам надо повысить зарплату всем этим людям то есть опять же перебрать всех которые находятся в этой таблице но использовать будем уже не цикл for а цикл do do until и так первое что нам надо это стартовая строка она тут равна двоечки давайте определим эту переменную dim start row as long так и определим ее сразу start row равно 2 так есть ну и теперь как вы понимаете нам надо пройтись до последней строки до 16 но опять же это 16 может в другом случае быть 12 в другом случае может быть 10 тысяч в общем так пишем наш цикл do until делает до тех пор пока range диапазон c and start row . вылия данные кавычки то есть делай что-то до тех пор пока вот это в столбце c ячейка не станет пустой и закрываем цикл фразой лук то есть делай что-то до тех пор пока какое-то значение в цене станет пустым то есть вот эту проверить строчку она не пустая перейдет дальше будет двигаться дальше 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 и вот тут придет строку c17 ячейка c17 это пустота и все на этом наш цикл закончится и так что нам надо сделать нам надо увеличить зарплату давайте то есть это будет у нас range d and start row . в или чему будет равна зарплата в столбце d мы вот эту зарплату давайте увеличим на 50 процентов то есть нам надо вот это значение взять пишем равно и умножаем умножаем на 15 и смотрите чтобы мы перешли к новой строке как вы понимаете вот это значение start row нам надо увеличивать на 1 то есть пишем start row равно start row плюс 1 давайте жмем f8 и посмотрим как будет выполняться наш цикл вот определилась стартовая строка переходим цикл видим да все 1000 умножить на полтора будет полторы тысячи сейчас start row увеличится то есть вот здесь уже стартовая строка должна вернее равняется 3 и таким образом мы перешли сюда на третью строчку и вот так проходимся по всему циклу можете проверить всегда увеличится на полтора смотрите сейчас выполняется последнее условие дальше вот значение start row у нас равно 17 то есть мы переходим на эту строчку и жмем еще раз f8 тут проверяется наше условие и все мы сразу минуя этих цикл это вот этот вот код перешли к концу процедуры потому что у нас значение ячейки c17 равно равно вот этой пустоте вот так вот и действует цик до анти лук то есть он работает до тех пор пока не выполнится вот это условие вот на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал продолжим следующем видео